В последнее время мы стали уделять почти все наше внимание новым QWERTY-смартфонам от BlackBerry Mobile на базе Android, прошлогоднему BlackBerry K1 и вышедшим в этом году BlackBerry K2 и его бюджетной версии BlackBerry K2 LE, полностью забыв об операционной системе BlackBerry 10. Отчасти это вполне справедливо. Компания BlackBerry планирует свернуть поддержку BlackBerry 10 к концу следующего года. Сервера, обеспечивающие поддержку десятки, заблокированы Роскомнадзором, на операционной системе практически отсутствуют необходимые приложения, но тем не менее я лично знаю множество людей, которые продолжают пользоваться десяткой, и множество людей, которые продолжают искать и покупать редкие смартфоны на базе легендарной операционной системы. В чем причина этой любви и привязанности? Надежность, удобство, особая логика построения интерфейса, качество изготовления использованных материалов, компактные размеры и, наконец, как это ни странно, именно отсутствие приложений, взаимосвязанных сервисов, облачной синхронизации данных и навязчивых уведомлений. Многие принципиально не пользуются современными устройствами, стараясь сохранить свою жизнь в приватной, многие используют смартфон на базе BlackBerry 10 в качестве второго девайса. Размеры, качественная связь и стильный дизайн делают классические BlackBerry идеальными для такого сценария использования. Учитывая это, мы решили подготовить серию обзоров и видео, в которых расскажем вам о том, как можно использовать смартфоны на базе BlackBerry 10 в следующем году и, конечно, сравним их с современными устройствами. И начнем этот цикл обзоров с одного из самых интересных девайсов – BlackBerry P9983 Porsche Design, разработанных в сотрудничестве с известным дизайнерским бюро. Что касается сотрудничества Porsche Design и BlackBerry, то оно началось в 2011 году, когда компания BlackBerry представила в Дубае первое устройство – BlackBerry P9981 Porsche Design, выпущенное на базе одного из самых популярных смартфонов BlackBerry 9900 Bolt. В последующие годы BlackBerry и Porsche Design представили еще несколько моделей – P9981 Porsche Design Matt Black, BlackBerry P9982 Porsche Design, BlackBerry P9983 Porsche Design был представлен в конце 2014 года. Эта модель была разработана на аппаратной базе первого QWERTY смартфона на операционной системе BlackBerry 10 – BlackBerry Q10 и отличалась только увеличенным до 64 ГБ объемом встроенной памяти. Однако, в этом обзоре мы покажем вам BlackBerry P9983 Porsche Design Graphite, выпущенный годом позже. Рассказывая об истории разработки P9983, Роланд Хейлер, управляющий директор Porsche Design Studio, говорил, что идею конструкции дизайнеры подчеркнули в предыдущей модели – P9982. На первом устройстве – BlackBerry P9981 Porsche Design – у нас был совершенно другой дизайн – металлический вид клавиатуры, четкое разделение между клавиатурой и экраном. На этот раз, возможно, мы были под влиянием P9982, который является телефоном с сенсорным экраном, и мы хотели сохранить стеклянную переднюю панель по всему P9983, вплоть до клавиатуры. Интересно, что спустя несколько лет такой же подход к дизайну клавиатуры был использован при разработке первого устройства от BlackBerry Mobile – BlackBerry Q1. Качество и точность изготовления компонентов и сборки BlackBerry P9983 на очень большой высоте. Рама из нержавеющей стали, передняя стеклянная панель, верхнюю часть которой врезана прямоугольная пластина из нержавеющей стали с логотипом Porsche Design, стеклянные лады, визуально продолжающие поверхность передней панели, клавиши – все это прилегает друг к другу идеально ровно и без малейшего зазора, с микронной точностью на стыках между стеклом и металлом. И благодаря этому появляется восприятие устройства как невероятно качественное и дорогого. Задняя панель корпуса BlackBerry P9983 Graphite сделана из карбонового композита и обтянута кожей, как у первых моделей. Панель фотокамеры и фото вспышки также изготовлена из металла и имеет логотип P9983 и практически без зазоров стыкуется со съемной панелью. Камера закрыта саппировым стеклом. Клавиатура P9983 изготовлена из прозрачного синтетического материала, визуально и тактильно не отличающегося от стекла передней панели. Символы нанесены на внутреннюю и заднюю поверхность клавиш, и благодаря их сложной форме кажется, что они просто висят в глубине стекла. У первых смартфонов P9983 не было официальной русской клавиатуры, и при нанесении русских букв с помощью лазера устройство теряло весь свой блест. Однако теперь мы наконец предлагаем P9983 с официальной заводской русской клавиатурой, буквы на которой выделены желтым цветом и подсвечиваются в темноте. Если вы любите цифры, то спецификации BlackBerry P9983 Porsche Design вы можете найти на нашем сайте. Но не думаю, что есть смысл сравнивать их с аналогичными смартфонами на базе Android. Операционная система BlackBerry 10 гораздо менее требовательна к ресурсам и просто летает на этом крошечном по современным меркам смартфоне. Впрочем, к дизайну устройства мы вернемся немного позже, а сейчас настало время поговорить о его программном обеспечении и приложениях. Из коробки P9983 работает на базе операционной системы BlackBerry 10.3 с обновлением до последней версии BlackBerry 10.3.2. Однако мы предлагаем вам принудительно обновить операционную систему до версии 10.3.3, чтобы избежать проблем с удалением Android приложений. Для P9983 вам потребуется автозагрузчик для BlackBerry Q10. Ссылка под нашим видео. Когда-то операционная система BlackBerry 10 предлагала гораздо больше возможностей, чем Android. Из коробки она включала в себя основные социальные сети Facebook, LinkedIn, Foursquare и Twitter с интеграцией в универсальный почтовый ящик BlackBerry Hub. Отличный файловый менеджер с интеграцией основных облачных хранилищ данных и приложения задачи и заметки с синхронизацией Савернод. Увы, многие первоначально интегрированные в систему BlackBerry 10 сервисы ушли дальше и давно перестали поддерживать эту операционную систему. Из социальных сетей на BlackBerry 10 остался только Twitter, а все облачные хранилища давно прекратили поддержку. Тем не менее, BlackBerry Hub на BlackBerry 10 – это все еще лучшее приложение для работы с почтой, которое поддерживает множество сервисов, в том числе корпоративные серверы предприятий. Браузер работает так же быстро и пока не устарел, позволяя получить доступ к любым сервисам через веб-интерфейс. Файловый менеджер позволяет получить доступ к любым файлам на устройстве, картах памяти и внешних накопителях. Есть неплохая галерея, календарь с возможностями синхронизации с вашими аккаунтами, простенький плеер, а кроме того приложение Docs2Go, позволяющее работать с файлами Microsoft Office. И все это работает. Прежде чем приступить к работе, нам потребуется активировать смартфон. Вы помните о блокировке Роскомнадзора? Итак, включаем смартфон и проходим все стадии настройки, не вставляя сим-карту. Настраиваем VPN. Мы рекомендуем использовать ZOOC VPN, ссылка на инструкцию по подключению к которому есть под этим видео. Теперь вы можете настроить ваш BlackBerry ID или зарегистрировать новый. В официальном магазине BlackBerry World давно нет приложений. Эта проблема тоже решаема. Чуть сложнее, но все-таки просто. На стадии разработки BlackBerry 10, предполагая, что быстро решить проблемы с приложениями не удастся, в операционную систему была внедрена среда исполнения Android приложений. Да, это старый Android 4, но если приложение, которое вам необходимо, поддерживает эту версию Android, то очень с высокой вероятностью оно запустится на смартфоне. Никаких специальных операций для этого не нужно. Просто скачайте APK файл и установите его на смартфон. Большинство приложений для Android проще всего скачать с сайта APK Mirror или APK Pure, но не забывайте обращать внимание на версию приложения. Сразу замечу, что приложения, которые привязаны к сервисам Google, скорее всего на BlackBerry 10 не запустятся. Существует методика установки модифицированных сервисов Google на BlackBerry, и она вполне работоспособна, и даже включает в себя Google Play. Но говорить об этом на полном серьезе в 2018 году, я думаю, не стоит. Что вам может реально потребоваться на BlackBerry 9983, так это самые популярные версии мессенджеров, которые необходимы, если вы планируете использовать смартфон в качестве второго устройства. В настоящий момент на BlackBerry 10 работает версия WhatsApp для Android, версия Viber для Android и версия Telegram. Ссылки для загрузки всех этих приложений вы найдете в полном обзоре, который доступен на нашем сайте. Ссылка под этим видео. Возвращаясь к дизайну, BlackBerry 9983 стоит рассказать о способах кастомизации устройства и доступных аксессуарах. В комплекте несколько зарядных устройств разного типа, шнур microUSB и довольно неплохие наушники. К сожалению, оригинальных чехлов для P9983 уже нет в продаже, но для этого устройства идеально подходят чехлы для BlackBerry Q10. А если вы хотите сделать ваш телефон более ярким, то вы можете установить одну из фирменных смертных панелей, которые также изготовлены из карбона и обтянуты телячьей кожей. Ну что, настало время подвести итоги. BlackBerry P9983 Porsche Design – это один из лучших телефонов BlackBerry. Устройство с таким качеством и зарядом харизмы появляется в 5-10 лет, и ничего похожего в ближайшее время мы не увидим. Это отличный телефон, который наверняка стоит купить в этом и следующем году, но только в том случае, если вы хотите отдохнуть от социальных сетей и сервисов, отслеживающих каждое ваше действие в реальном мире и интернете. В качестве второго устройства для звонков, сообщений и электронной почты, P9983 также лучший из доступных вариантов. Особенно, если вы хотите подчеркнуть имидж делового человека. Хотите что-то более интересное? В нашем следующем обзоре мы расскажем о том, стоит ли покупать BlackBerry Passport в 2019 году. Следите за нашими новостями.